Теперь подробнее о том, как в Подмосковье модернизируют систему ЖКХ. Иными словами, ремонтируют котельные, теплотрассы, меняют лифтовое оборудование. Программа масштабная, касается миллионов, и уже есть предварительные итоги. За последние годы привезены в порядок почти 10 тысяч домов. Евгений Лямин подробнее. Во время капитального ремонта жителей этих домов интересовало буквально всё. Конечно же, каким будет внешний вид, насколько теплее станет в квартирах, но главное, какие материалы здесь используются, безопасны ли они. Здесь утепление выполнено из базальтовых минераловатных плит. Данный материал не горючий, что можно проверить. Дыма абсолютно никакого нету, если даже его поджигается. И запах тоже абсолютно никакого нет. При большой температуре максимум, что только может плавиться. На стыке плит, вот здесь вот в слизи, вот здесь вот сейчас уже, конечно, ремонт полностью сделан, но примерно вот такой вот слой был льда. Денис вспоминает, как в эту ледяную комнату 12 лет назад забрал из роддома сына. Постройка конца 70-х. Эти многоэтажки здесь так и называли «холодные». Всё изменилось в конце прошлого года, после капитального ремонта. Первая зима без обогревателя. Если, допустим, в квартире было 15, зимой 16, и вдруг 20 с лишним, ну, допустим, уже 23, то я считаю, что это уже хорошо. При капитальном ремонте подбирают и цветовую гамму материалов, чтобы старые дома и новостройки смотрелись гармонично. Например, здесь, в Долгопрудном, до ремонта старые дома были как серые пятна. После всё изменилось. Работы подходят к концу, но бдительные жильцы продолжают следить, обращая внимание на всё. На качество в первую очередь, потому что для нас это важно. На качество, ну и контролируем подрядчика, а как же без этого, там где-то вот, допустим, фасад там отвалился, то есть, как бы, мы мониторим. Вообще, за 4 года в Московской области отремонтировано 9,5 тысяч многоквартирных домов. И это не только фасады, подъезды, по мере необходимости лифтовое оборудование, электрика и трубы. Общая карта города, можем зайти на любой объект, в частности, на котельную, на которой мы находимся, позволяет оперативно управлять, оперативно реагировать на всевозможные аварии, неисправности. Эта котельная в Реутове реконструирована, что называется, по последнему слову. Сейчас отапливает более 80 объектов, но может куда больше. Возводилась за делом на будущее строительство. Реконструкция системы теплоснабжения и еще одна программа в Московской области. За последние 5 лет 351 котельную построили, реконструировали или отремонтировали. Заменено почти 3,5 тысячи километров ветхих коммунальных сетей. Ну, а, конечно же, уютно и комфортно должно быть не только дома. Формирование городской среды и еще одна программа в Подмосковье. Уже отремонтировано 4800 дворов, но впереди работы куда больше. Нам еще до 2022 года надо сделать 8 тысяч дворов, и тогда у нас все дворы в Московской области будут приведены к единому стандарту. Все оборудование делается на территории Московской области. Дизайн выбирали женщины, которые имеют по нескольку детей в ассоциации многоквартирных домов, мамочки, как мы их называем. И сегодня это топовые площадки, в год ставится больше 200 штук. Топовые площадки, где всегда многолюдно. Желающие могут сыграть, например, в шахматы на свежем воздухе. Установлены новые фонари и скамейки. В некоторых городах Московской области отремонтированы фонтаны, которые не работали десятилетия. Евгений Рамин, Денис Овчаров, Олег Крупен, Дарья Назарова, Андрей Бакаш, Юлия Ходорова и Денис Воронцов. Первый канал. Евгений Рамин, Денис Воронцов.